Привет, друзья! Думаете, что спорт это только драматичные матчи, незабываемые противостояния и решающие забеги? Спорный вопрос. Поверьте, порой здесь происходят весьма комичные и смешные вещи. Как вы относитесь к мужчинам, которые часто смотрят на себя в зеркало? А если они при этом не просто смотрят на себя, а любуются и еще повторяют, какие они красивые? Представляю, что вы сейчас подумали. Но изменится ли ваше мнение, если речь пойдет не о ком-нибудь, а о всеобщем любимце Криштиану Роналду? Однажды Питер Крауч рассказал довольно забавную историю, связанную с португальцем, слащавом красавчике, который слишком много времени уделяет своему внешнему виду. Узнал он об этом от Рио Фердинанда. Криштиану не упускал возможности задержаться около зеркала, чтобы полюбоваться собой, и при этом говорил вслух «Вау, какой я все же красавчик!» В ответ на это многие игроки Манчестер Юнайтед троллили португальца и говорили ему «Да, но ведь Лео Месси лучше тебя играет в футбол». Но Криш всегда знал, как парировать одноклубником. Может и так, но он точно не настолько красив, как я. Интересно, а как бы он реагировал на подобные шутки сейчас? А вот довольно забавный случай, который произошел с Эминемом в спорте. Да-да, если вы не знали, то он обожает бокс и спарринговался с некоторыми ребятами в зале. Так вот, как рассказывал рэпер. «Я занимаюсь боксом уже примерно 13 лет. Просто спаррингую, делаю что-то, отрабатываю. Одно время я тренировался с Эммануэлем Стюардом. Он приходил ко мне домой, показывал мне основы бокса, базовые вещи. Бокс – такая тяжелая штука, что мне потребовалось куча времени, чтобы усвоить даже элементарные вещи. После пары месяцев тренировок он начал приводить ко мне домой молодых перспективных ребят из своего зала, чтобы они могли постоять со мной в паре. И я помню, как он привел одного парня, а я решал свои дела, висел на телефоне и не увидел, кого он привел. Когда я спустился в зал, этот парень Стюарда уже был в шлеме, я не успел рассмотреть его. Говорю «Окей, надеюсь, он готов». Я надеваю шлем, бинтуюсь, и вот мы боксируем три раунда, и он просто начинает выбивать из меня всю душу. Мне никогда еще не было так плохо, только я в этом спарринге пропускал удары. И вот три раунда прошли, и он снимает шлем, я спрашиваю «Дружище, сколько тебе лет?» А он такой «Четырнадцать». А мне на тот момент было тридцать. Тогда я подумал, блин, все, сдаюсь, нужно завязывать. Как-то на одном подкасте президент UFC Дана Уайт рассказал забавную историю, связанную с братьями Кличко. Как рассказывал Дана, в свое время не было человека, который вылил больше гадостей на братьев Кличко, чем я. Они выбешивали меня своим скучным стилем. Джеб-джеб, пауза, джеб-джеб, пауза. Этот ужас вечно повергал меня в сон. И тут настал день, когда я с Крейгом Барсари и еще одним парнем из UFC еду в Беверли-Хиллз. К этому моменту я несколько месяцев назад просто уничтожил Кличко в медиа-СМИ. Разнес в пух и прах. Сказал все, что я думаю. И вот в Беверли-Хиллз мы заходим в наш любимый ресторан, очень маленькое и уютное помещение. И в этот момент из него выходят Кличко. Оба брата. Я смотрю на них, а они на меня. Думаю, ну все, мне конец. Неудачно-то как получилось. Тем не менее, я делаю вид, что ничего не случилось. Поворачиваюсь к своему товарищу и спрашиваю, сядем внутри или на веранде? Он говорит, внутри. И мы просто идем мимо братьев Кличко прямо внутрь. Они пристально смотрят на меня, но ничего не делают. Когда мы расселись, я сказал ребятам, сегодня они мне должны были знатно втащить, но почему-то этого не сделали. А потом добавил, ладно, в любом случае это выглядело бы до жути скучно. Они загнали бы меня в угол и били джебами 20 минут. Но вот что я действительно понял после того вечера, существует в мире какой-то обмен энергии на расстоянии. Если ты намеренно говоришь о ком-то много чего плохого, рано или поздно вам предстоит встретиться. Друзья, как вам понравилось это видео? Стоит ли делать еще? Если да, ставьте лайки и я продолжу. Также жду ваши отзывы в комментариях. Интересно будет почитать. А пока все. До скорого!